Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сразу хочу сделать небольшое сообщение по поводу прямых трансляций Перископе. Те, кто регулярно смотрел нас там, прошу прощения за то, что их сейчас нет. Они возобновятся уже в этот четверг, поэтому все будет по традиционному и привычному сценарию уже с четверга. Предлагаю снова уделить несколько минут нашего времени, чтобы проанализировать ситуацию, которая вчера складывалась на финансовых рынках и оценить, каким образом эти события могут повлиять на дальнейшее поведение активов. Начнем мы сегодня традиционно с той активности, той динамики, которую показывал рынок черного золота. В частности, Brent у нас закрыл торговую сессию понедельника на отметке 50.27. Сейчас на азиатской торговой сессии видим то, что актив торгуется на уровне 50.24. Можно отметить то, что черное золото продолжает консолидироваться рядом с недавно достигнутыми максимумами. Сейчас в ожидании очень важного события для всего рынка энергоресурсов. Это заседание ОПЕК, которое состоится уже 2 июня, то есть в этот четверг, послезавтра. События действительно стоящие, пожалуй, номер один, если для доллара это ФРС, для евро и ЦБ, то для рынка нефти это сейчас тот самый скомый инфоповод и возможный катализатор для дальнейшей динамики, которую сейчас ищут трейдеры. То есть быки ждут подтверждения, либо поддержку со стороны того, что квоту могут оставить на прежнем уровне, соответственно, не в виде какого-то избыточного предложения. Этот фон будет использоваться для продолжения обычного ралли, но медведи по-прежнему надеются на то, что ситуация будет все-таки больше располагать в их пользу. И по факту венского заседания ближневосточного картеля могут поступить какие-то сообщения, либо поводы для возобновления распродаж, чтобы были основания вернуть актив уж гораздо ниже 50 долларов за баррель. Что касается самого заседания, вряд ли, конечно же, квоту пересмотрят. В основу, фундамент таких предложений можно заложить продолжающееся противостояние между Ираном и Саудовской Аравией. По-прежнему у них гонка перепроизводства, она продолжается. И для медведей это, между прочим, очень неплохой сигнал, поскольку осознание и понимание того, что Иран и дальше будет увеличивать объемы производства, будет, соответственно, подталкивать и Саудовскую Аравию, также не дремать и постепенно, сохраняя, разумеется, прежний объем производства, лидирующую, доминирующую позицию, не упускать из вида Иран и при необходимости также добавлять несколько еще недозагруженных производственных мощностей, чтобы увеличить планку и по собственной выработке. Я напомню то, что мы с вами следим еще за приближающимся отчетом ближневосточного картеля. Я думаю, что в ближайшие дни он уже будет публикован. Это карта, можно сказать, нефтяного рынка, где оценивается ситуация по производству, по планам. Нас интересуют, конечно же, фактические цифры, поскольку мы ждем подтверждения роста со стороны, как минимум, Ирана, может быть, даже со стороны других регионов, чтобы понять, что увеличение выработки со стороны Ближнего Востока компенсирует и, может быть, даже нейтрализовывает то снижение, которое мы наблюдаем в рамках других регионов. Если вернуться как раз к ним, то в качестве еще одной локальной поддержки для нефти, которая была оказана в последнее время, это резкое сокращение объема производства в той же самой Нингерии, где выработка, ну пока еще по неподтвержденным данным, снизилась с 1,6 млн до 1,1 млн. Пока политическая обстановка там оставляет желать лучшего, боестолкновения продолжаются, и есть риски того, что спад может продолжиться и дальше. Снижается объем производства и в рамках США. Из-за недостаточного финансирования нефтеразведки мы никак не можем дождаться прироста количества нефтяных платформ и терминалов. За прошлую неделю снова их количество сократилось до 300 с небольшим штук. В целом у нас все-таки есть надежда, что если даже не топ-инвестиции, то хотя бы высокие цены смогут вернуть на рынок прежних сланцевых производителей. Будем надеяться, что это произойдет, поскольку нам, как медведям по нефти, нужен, конечно же, дополнительный фундамент и триггер, чтобы обосновать возможное коррекционное движение и подтвердить верность нашего взгляда, предполагающего неизбежное ослабление позиций черного золота, как бренда, так и WTI. Еще одним фактором локальной поддержки выступили сообщения от Международного энергетического агентства по поводу возросшего спроса со стороны Индии. В частности, рост действительно оказался колоссальным. Если сравнить с ростом прошлого периода спросом, то спрос со стороны Индии вырос на 400 тысяч баррелей в сутки. Это примерно 30% всего глобального спроса с точки зрения роста, который мы наблюдали в последнее время. Хотя спрос со стороны Индии имел такой аккумулирующий эффект. Это не та статистика, которая появилась в моменте. Вот смотрите, насколько сейчас выросли аппетиты со стороны этого развивающегося рынка. Нет, спрос рос монотонными, последовательными этапами, поэтому рынок постепенно дискортировал эту собственную стоимость. Я не думаю, что на этой теме можно далеко ехать. Как я уже отметил, ключевым событием сейчас для буквально всех трейдеров, как Быков и Медведев, является приближающее заседание ОПЕК. В четверг мы уделим ему много внимания и уж точно в пятницу подведем итоги и результаты. До тех пор, пока это событие не миновало, есть потенциал все-таки ослабления и нефти. Будем надеяться, что и высокие значения, техническое сопротивление выдержит. Поможет еще и осознание того, что для дальнейшего роста нужен более серьезный фундамент. Плюс ко всему у нас есть и растущий доллар, чьи позиции крепнут с каждым днем, даже с каждым часом. И мы понимаем, что это только начало, поскольку заседание ФРС на повестке к идущему месяцу, до него еще две недели. Статистики до этого будет очень много. Эта неделя, в частности, подарит нам много отчетов. Будем искать подтверждения для оправдания решений ФРС по повышению ставки. И рост доллара постараемся трансформировать также в дополнительное давление на стоимость сырьевых активов. Ну и безусловно, традиционная еженедельная статистика по запасам. Нефть в США по версии АПИ и Минэнерго. Сегодня в 23.30 в московском времени у нас АПИ, Минэнерго в этот четверг. Ждем фактически цифры. Давайте сейчас не будем гадать, какие они будут. Вчера, собственно, я на этом уже останавливался. Сезонно логично увидеть снижение запасов. Мы понимаем то, что рынок, будучи весьма чувствительный к этой статистике, в случае реального спада запасов, может реагировать к дальнейшим ростам бренда. Но есть и другой сценарий, который связан с локальным увеличением. И запасов, соответственно, этот фундамент может стать уже фактором разгрузки позиций углеводородов. Смотрим за статистикой, следим за поведением актива. Видим по-прежнему основания для коррекции. Ну а то, как ситуация будет развиваться дальше и, в принципе, какую динамику покажет сегодня бренд, об этом мы поговорим с вами уже завтра. Что касается российской валюты. Котировки 65-65 рубль топчутся в довольно узком диапазоне уже длительный период времени. Даже восстановление цен на нефть не способствует укреплению ниже 65. Мы понимаем то, что здесь есть скрытый рубеж, ниже которого не пускают российскую валюту монетарные власти. И эта ситуация продолжится и дальше. Поэтому повторяю, собственно, ровным счетом то, что сказал вчера и неделю назад. Если еще воздержались от покупок, сомневались, валюты против рубля, как раз снижение пары и приближение вновь к поддержке 65, это снова возможность, которую уже лучше не игнорировать и по возможности использовать. После 65 и в случае возновления цен, снижения цен на нефть, вырастут риски девальвации. И нужно быть готовыми к тому, что эта предсказуемая динамика будет реализована на валютном рынке и станет причиной движения пары USD-RAP выше 67 к нашей ближайшей цели, которая находится на отметке 68. Пока у нас выжидательная позиция. Рынок не дает нужной волатильности, но мы будем ждать, пока она не появится на рынке. Тем более, что этот месяц, как я уже отмечал, это период насыщенный макроэкономическими событиями, имеющими далеко идущие последствия для целого ряда финансовых активов, за которыми мы продолжаем следить изо дня в день. Европейская валюта против доллара торгуется сейчас на отметке 1.1126. Вчера мы видели то, что евро начал неделю с очень неплохим настроением, прибавил несколько десятков пунктов. Если разобраться в текущем фундаменте, то в целом какой-то серьезной поддержки фундаментального характера нет. Рынок находится в ожидании предстоящего заседания Европейского Центрального Банка. И большинство участников рынка, я думаю, что и вы, склоняются в пользу того, что никаких фактических решений в этот четверг не последует. Поскольку, если бы были для этого совсем уж серьезнейшие основания, то мы, наверное, узнали бы об этом даже через факт подготовки рынка к возможности услышать подобные анонсы. В лучшем случае мы настраиваемся на мягкую риторику со стороны господина Драги, которую, скорее всего, ему не избежать. Если вернуться к реальной и актуальной статистике, вы знаете то, что макроэкономический фонд в последнее время по еврозоне оставляет желать лучшего. Мы смотрим за данными по индексу потребительских цен и, учитывая то, что прогнозы по достижению целевого показателя по инфляции уехали уже на, в лучшем случае, середину 2018 года, это позволяет нам спекулировать на теме того, что ЕЦБ сначала анонсирует, а потом уже через фактические решения прибегнет к дополнительной поддержке экономики, либо через снижение процентной ставки, либо через расширение программы количественного смягчения. Это самый возможный и вероятный сценарий, которого, скорее всего, не избежать. Ну, разумеется, если только индекс потребительских цен каким-то чудом не найдет основания для уверенного роста, что на самом деле вряд ли, поскольку мы до этого видели, как нефть восстанавливается и, по идее, фактор, который должен был разгонять потребительские цены, никак не справился с этой задачей. Даже с этой задачей не справляются те беспрецедентные меры экономического стимулирования, которым был вынужден прибегнуть Европейский Центральный Банк. Поскольку программа QE пока не работает, может быть, требуется больше объема. Поэтому мы следим за каждой конференцией, дорогие, мы следим за каждым отчетом, полагая, что, скорее всего, эти меры будут анонсированы. Но, конечно же, не так быстро, как хотелось бы, но все равно будем ждать и отслеживать эти события. Вчера вышел отчет по индексу потребительских цен в Германии. Хорошая статистика. В целом, прирост в годовом выражении плюс 0,1 с минус 0,1 на месячном, плюс 0,3 с минус 0,4. Это также поддержало настроение трейдеров. Но сегодня в 12.00 у нас серьезнейший фундамент по еврозоне. Это годовые данные по инфляции. Напомню, что двумя месяцами ранее у нас был отчет минус 0,2%. Месяц назад минус 0,1%. Точнее, минус 0,2% тоже. И сейчас, если третий месяц подряд у нас будет реализованная дефляция, тогда вероятность щедрых, мягких комментариев со стороны Драги в этот четверг серьезно возрастет. Даже по прогнозам сегодня есть возможность увидеть, как минимум, значение минус 0,1%. В любом случае, по евро можно использовать локальный откат, чтобы занять короткие сделки и позиции тем, кто это еще не сделал, тем, кто находится в короткой сделке. И вы все правильно делаете, поскольку потенциал для ослабления евро по-прежнему сохраняется. Фунт против доллара. Актуальные котировки 1,4668. Вчера британец следовал за евро. Сегодня каким-то чудом умудрился найти основание для очередного прострела наверх. Улетел к локальному хайу 1,4725, откуда пошла очень затяжная коррекция. Будем надеяться, что она продолжится и дальше. И сегодня мы увидим закрытие с минусом по британцу. В целом, если отметить потенциал, который имеет место быть для АФУНТА, то это потенциал для неизбежной серьезной разгрузки. В частности, чтобы оправдать этот потенциал, нам нужен дополнительный фундамент и новые актуальные цифры. На этой неделе их будет достаточно. Завтра у нас выйдет отчет в диалоге активности и производственном секторе. В четверг состоится выступление председателя Банка Англии Карни, а в пятницу нас ожидает отчет по активности в сфере услуга. Ключевое внимание стоит уделить выступлению Карни, поскольку на текущий момент мы видим то, что в рамках Англии нет единой позиции по решению и позиции по поводу голосования в связи с приближающим референдумом от 23 июня. Возможно, дополнительные комментарии Карни о последствиях выхода Англии из состава Европейского Союза могут повлиять на расстановку сил. Если это произойдет, будем ожидать серьезной волатильности. Стоит отметить то, что оптимистичный сценарий мы уже неоднократно закладывали в фунт, даже не с точки зрения наших ожиданий, с точки зрения того, что фунт сам даже преждевременно видел позитив в результатах общественного опроса и пер как локомотив к новым локальным максимумам. При этом британец полностью забыл о том, что есть и другой сценарий, который предполагает возможность выхода Англии из состава ЕС. Это серьезные риски. И да, учитывая то, что вероятность этого крайне низка, но это все равно полярный сценарий, который должен иметь, скажем, право на осуществование сейчас и непременно должен находить свое отражение в курсе того актива, который зависит от итогов этого референдума, то есть британца. До самого референдума народного возъявления у нас еще на три недели много времени в целом. И мы понимаем то, что за этот период времени может произойти многое на финансовых рынках, в том числе можем увидеть перевес даже в сторону тех, кто готов отдать свой голос за автономию Англии. Если это случится, разгрузка британца будет очень серьезной и существенной, лучше к ней готовиться заранее. Даже без политических рисков, без ожиданий итогов у нас есть достаточно статистики, слабых данных и ожиданий того, что даже те отчеты, которые еще впереди, они также больше разочаруют. Хотя бы эта статистика повлияет на поведение британской валюты, фунта, и поспособствует оснижению курса пары фунт-доллар. Наша цель остается прежней 1.42. Доллар японская иена торгуется на отметке 111.27. Хорошо, что рубеж 111 держится. В частности, сейчас для пары это уже поддержка. Когда-то выступало сопротивление. Помимо очень хорошего фундамента и США, в поддержку доллара играет сейчас и фундаментальный фон японского происхождения. В частности, накануне вышли данные по роничным продажам Японии. Отчет очень плохой. Продажи просили на 0,8%. И учитывая такие слабые показатели потребительской активности, Синза Абе может принять решение все-таки повременить с повышением налога с продаж, который планировался в апреле 2017 года. Полагаю, что решение Синза Абе об этом может быть анонсировано уже даже до конца этой недели. Да и если разобраться конкретно, прошлое повышение налога, которое состоялось в 2014 году, привело только к рецессии экономики и в целом серьезно сократило расходы домохозяйств. Думаю, что учитывая текущую ситуацию с индексом потребительских цен, вы помните то, что токийский индекс просел до минусом 0,5%, а против прошлого спада минус 0,3%. Учитывая динамику рыночных продаж, экономический рост, состояние промышленности и сферы услуг, лучше не создавать дополнительные угрозы для рынка и все-таки действительно отложить решение, связанное с следующим этапом повышения налога с продаж. Поэтому потребности в японской иене, как в защите по факту неопределенности и в связи с последствиями, которые возможны, сейчас уже не так актуальны. Я считаю то, что напротив нужно уже распродавать иену и по факту слабых данных по рыночным продажам можно продолжать спекулировать на теме того, что в рамках предстоящих двух-трех месяцев Банк Японии пойдет на дополнительные шаги экономического стимулирования, может быть через снижение процентной ставки. Соответственно, для пары доллар-японской иены это еще один фактор поддержки, который нужно использовать. Наша цель 112 остается прежней, туда и идет. USDCAD 1.30.43, в принципе, все без изменений в отношении канадской валюты, хотя сегодня у нас выйдет отчет по ВВП, как я и говорил, скорее всего мы увидим слабую цифру, еще более слабая цифра будет в следующем месяце, когда мы будем подводить итоги мая. Напоминаю то, что из-за пожаров велика вероятность того, что ВВП мог расстрелять больше 1%, хотя первые признаки слабости мы можем увидеть уже и в ходе сегодняшнего отчета. В 15.30 по московскому времени он выйдет и думаю, что станет еще одной причиной и фактором давления на канадца, что вкупе с сильным долларом будет способствовать движению пары вверх. Наша цель остается по-прежнему гораздо выше текущих значений, напоминаю то, что мы с вами осмотрим по USDCAD на уровень 1.32 и после пробоя будем цепляться за более высокие сопротивления. По другим активам австралийца против доллара 0.7239, новозеландская валюта торгуется сейчас против американца на уровне 0.6725. Цены также без изменений пока на австралийца продолжают оказывать давление снижение цен на железную руду, слабость рынка недвижимости, рынка труда и низкие значения по инфляции, что оставляет возможность для еще одного снижения процентной ставки. Но это в перспективе как минимум следующего месяца. USDCAD 0.9928 до паритета по-прежнему остается всего лишь несколько десятков пунктов и это значение является нашей целью. Из важных отчетов сегодняшнего дня в 12.00 через 2 часа данные по инфляции еврозоны. Ждем слабый отчет и ждем возобновления давления на евро, потому что слабая цифра будет фактически анонсом. Мягкий комментарий со стороны дорогие, который мы можем слушать в этот четверг. В 15.30 выйдет отчет по личным доходам и расходам США. Ждем сильные цифры и ждем поддержку для доллара. И может быть увидим еще прирост вероятности действий и решения ФРС по повышению ставки в июне еще на несколько процентов. Ну и в 15.30, как я уже сказал, данные по УВП Канады. Кодовое слово на сегодня, парадокс, величина бонуса 12%. Чтобы воспользоваться им, нужно связаться с вашим персональным менеджером и поменять, собственно, это слово на бонус, на пополнение. Действует он до следующего брифинга. Большое вам спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии прибыльных сделок попутного тренда. Увидимся, соответственно, завтра. Всего доброго. До свидания.